Ученицу Габриэль Мюнтер и замутил с ней. Анна ничего не знала, она ждала его. В итоге он развелся с Анной, бросил Мюнтер, которая думала, что с ним что-то случилось. А он потом сказал, пришли мне мой велосипед, мои вещички. А женился он на женщине, которая была, по-моему, на 30 лет его моложе или больше, на Нине. О ней я тоже расскажу. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале ProArt. Мечтатель, мистик, метафизик. Он виртуозно играл на велончели и фортепиано. Его имя ассоциируется прежде всего с русским авангардом. Он был синестетом и обладал особой формой восприятия мира. Синестезия выражалась у художника в единстве чувств. Он видел цветовые образы, когда слушал музыку, и когда слушал музыку, он писал. Свои картины он нередко воспринимал звучащими и вибрирующими. Синтез цвета и звука был отправным пунктом его живописи. И действительно, на его картинах каждый цвет живет своей таинственной жизнью. Шутка ли? Но главной целью своего искусства он видел духовно-нравственное спасение человечества. Знакомьтесь, один из основоположников абстрактной живописи, который сумел теоретически обосновать абстрактное искусство. Знаменитый художник Василий Кандинский. А если вы только присоединились к нашему каналу, то обязательно подписывайтесь. Мы от всей души благодарим всех тех, кто оказывает нам финансовую поддержку. Ведь она позволяет нам заниматься тем, что мы любим и умеем делать. Василий Васильевич Кандинский родился в Москве. Любовь к этому городу он пронесет через всю свою жизнь. Мальчик с раннего детства воспитывался в интеллигентной, состоятельной семье. Когда ему исполнилось 5 лет, родители переехали в Одессу. Мальчик обучался в гимназии, великолепно играл на фортепиано, рисовал. Его воспитанием занималась тетя, старшая сестра матери. Родители на тот момент развелись. Именно она привила мальчику любовь к живописи, к музыке и литературе. И именно ей через много-много лет он посвятит свою книгу о духовном в искусстве. После окончания Одесской гимназии Кандинский выбрал карьеру юриста. Он вернулся в Москву и поступил на юридический факультет Московского университета. Следующие 10 лет своей жизни он посвятил праву национальной экономике и этнографии – науке, изучающей особенности быта, нравов и культуры каких-либо народов. И как раз одна из таких этнографических экспедиций стала первым шагом на пути Кандинского к живописи. Он отправился в Вологодскую губернию. Быт русского севера, народный фольклор, сказки захватили Кандинского и послужили отправной точкой его творчества. Впоследствии славянские сказочные сюжеты будут часто встречаться в работах художника. Его картины того периода очень-очень напоминают цветную мозаику. Кандинский женился после окончания юридического университета. Ему было 26 лет. Его женой стала Анна Чемякина, его двоюродная сестра, которую он знал с самого детства. Она была на 6 лет его старше и во многом напоминала мать. Их союз распался через несколько лет. В 1896 году знаменитый Дерптский университет в Тарту предложил 30-летнему Кандинскому место профессора юриспруденции. Именно в этот момент он решает оставить карьеру и полностью посвятить себя живописи. С чего вдруг, спросите вы? Сам Кандинский утверждал, что на это повлияли два события. Посещение выставки французских импрессионистов в Москве в 1895 году, где он был совершенно потрясен картиной Клода Монеста Гассена и впечатления от оперы Рихарда Вагнера «Лэнгрин» в Большом театре. Я же могу назвать и третье событие. В это время произошло научное открытие деления атома, которое Кандинский воспринял очень лично и как разрушение всего прежнего старого мира. Куда податься 30-летнему новоиспеченному художнику? Ну, конечно же, в Европу. В 1896 году он отправился в Мюнхен, который стал для него вторым домом. Он начал заниматься в престижной частной студии Антона Ашбе, ну а потом со второй попытки поступил в Мюнхенскую академию художеств, в мастерскую авторитетного немецкого символиста Франца фон Штука, который, кстати, считал работы Василия очень талантливыми, но слишком яркими. Мне, кстати, очень нравятся мистические работы самого фон Штука. Советую обратить на него внимание. Кандинский быстро нашел друзей художников-эмигрантов Ивленского, Веревкину, Добужинского, Франца Марка. Позже они объединились в единую творческую группу, которая называлась Der Blaue Reiter – «Синий всадник». Там же он познакомился с немецкой художницей Габриэль Мюнтерс, который обосновался в Баварских Альпах в городе Мурнау, который сегодня называют колыбелью абстрактного искусства. Ранние работы этого периода очень яркие, вот прям вырви глаз. Они написаны под влиянием фавистов, главным образом Поля Сезанна, Анри Матисса, Рауля Дюфи. Это в основном пейзажи, построенные на контрасте, четко очерченные, выполненные крупными мазками. Кандинский так увлекся игрой цветовых линий и пятен, что реальность постепенно начала исчезать из его картин. Первым в полном смысле абстрактным произведением художника считается «Акварель без названия», написанная в 1910 году. Ну а в 1912 выходит книга о духовном искусстве, которая перевернула устоявшиеся представления об искусстве вообще. Эта книга стала первым теоретическим обоснованием абстрактного искусства. Для Кандинского цвет выходит на первый план. Краски для художника становятся одушевленными, способными создавать нескончаемое количество новых миров. А цвета, сами цвета, вызывали определенные психические и эмоциональные переживания. Так он уходит в чистую абстракцию, рисуя серии импровизаций, импрессий и композиций. Импровизации — это картины внезапные и бессознательные, которые вдохновлены внутренним потрясением художника, его эмоциональным состоянием. Импрессии — это работы, которые сохраняют связь с реальностью и внешним миром. Ну а композиции — это наименее спонтанные и тщательно продуманные произведения, которые требовали длительной подготовительной работы. Если у вас сейчас возникла ассоциация с музыкой, то это очень верная мысль. Кандинский всю жизнь настаивал на родстве этих двух искусств. Цвет — это клавиатура, глаза — это молоточки, а душа — пианино со множеством струн, а художник — это играющий оркестр, который касается той или иной клавиши, чтобы вызвать колебания в душе зрителя. На творчество художника огромное влияние оказала музыка Арнольда Шонберга. Венский композитор отказался от тональных и гармонических условностей в своих композициях, точно так же, как когда-то Кандинский ушел от предметности в мир абстрактной живописи. В 1914 году он возвращается в Россию и начинает работать в Народном комиссариате просвещения, организовывая работу региональных музеев. Также он публиковал статьи «Живопись этих лет замыкалась на Москве», которую художник называл «исходной точкой художественных исканий» своим живописным камертоном. В своей квартире в Хамовниках Кандинский написал этюды с видами, открывающимися из окон мастерской. Вот что он писал. Москва – двойственность, сложность, высшая степень подвижности, столкновение и путаница отдельных элементов внешнего. Эту внешнюю и внутреннюю Москву я считаю исходной точкой моих исканий. И снова Москва – мой живописный камертон. Московские картины – это композиции-калейдоскопы, насыщенные бурной энергией цвета, которые воплощают всю красоту, всю динамику этого города, такого, каким видел его художник. Но было в этом русском периоде и нечто особенное. Он влюбился. Художник услышал в телефонной трубке голос Нины Андреевской, своей будущей жены. В этот же день он взялся за кисть и написал акварель, которую назвал «незнакомому голосу». Девушке было 18 лет, когда они обвенчались. Они прожили вместе до самой смерти великого художника. Единственный сын Василия и Нины умер в трехлетнем возрасте. Художник так и не оправился от этой потери, и тема детей навсегда стала для них запретной. Несмотря на все свои усилия, Кандинский так и не смог вписаться в концепцию социалистического искусства. Он тогда вообще мало рисовал, всего 18 работ за три революционных года. Кандинского, кстати, считали посредственным художником. Его работы высмеивали и называли изуродованными спиритизмом. В 1921 году он навсегда покинул Россию, а через семь лет был лишен гражданства как невозвращенец. Последующие 70 лет Кандинский в СССР был под запретом. Его картины изъяли из музеев, а статьи и книги попали под цензуру. Но судьба протянула ему руку помощи в виде Вальтера Гропиуса, основателя немецкой школы прикладного искусства дизайна «Баухаус», который пригласил художника преподавать в Эймар. Там он задержался на целых 10 лет, обучая студентов на стенной живописи. Строгие геометрические полотна этого времени относят к холодному периоду творчества художника, кульминационным произведением которого считается композиция номер 8. Ну а мне, например, нравятся работы «Вибрация» или же «Маленькая мечта в красном». Забавный факт, там же в Баухаусе появилось культовое кресло Марселя Бруэра Василий, которое действительно получило название в честь Кандинского. Иронично, что кресла этой модели стояли повсюду в Баухаусе, за исключением дома самого художника. Но с приходом к власти Гитлера и закрытием Баухауса время обернулось спять. Произведения Кандинского вновь были изъяты, на этот раз из музея в Германии. Теоретические труды попали под цензуру. После вынужденного побега художника во Францию, нацисты сказали, что его искусство денигративно. Картины и эскизы Кандинского среди сотен других были публично сожжены во дворе пожарной станции на окраине Берлина. Художнику снова пришлось уехать, на этот раз во Францию. Он поселился с Ниной в пригороде Парижа, в городке Нью-Исюхсен. Его не приняло местное художественное общество, абстракции не были популярными. И он начал создавать новые картины. Причудливые биоморфные образы в духе сюрреализма сменили его строгие геометрические фигуры времен Баухауса. Теперь он использовал мягкие пастельные оттенки и полутона розовый, фиолетовый, бирюзовый, золотой. Это очень рафинированная работа с тончайшими цветовыми нюансами. Из-за нехватки материалов и средств Кандинский мог позволить себе лишь картины небольшого размера. Порой ему ничего не оставалось делать, как писать просто гуашью на листе дешевого картона. Работая до самого последнего дня, он умер в 1944 году за три дня до своего 78-летия. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам этот художник? Считаете ли вы абстрактное искусство, занимательным, интересным? Между кем и кем вы бы выбрали? Между Кандинским или, например, Малевичем? Мы будем очень рады вашим комментариям и, конечно же, остаемся на ProArt.